Всем привет, с вами Евген. Сегодня мы с вами вместе сделаем два очень интересных упражнения по теме склонения, прилагательных в немецком языке. Я на своём канале уже выкладывал видео, где подробно разбирал тему склонения, прилагательных в немецком языке. Вы сможете найти это видео, если кликните на «и» вот там вот. Ссылка также будет в описании к этому видео. А сейчас мы разберём эту тему на практике. Два наших сегодняшних упражнения – это два небольших текста, где пропущены окончания прилагательных. Упражнение, которое мы сейчас с вами будем делать, вы сможете найти на моём сайте. Ссылка, конечно же, будет в описании к видео. Вот так это выглядит. Здесь вы можете написать свой вариант ответов, проверить себя. Я вам предлагаю поставить видео на паузу, перейти по ссылке в описании, сделать это упражнение самостоятельно. А потом, если останутся вопросы, пересмотреть это видео, где я сейчас подробно буду разбирать каждое отдельное прилагательное, почему там должно быть то или иное окончание. Сначала очень быстро повторим наше самое базовое правило в этой теме. Прилагательные могут идти либо по сильному склонению, и это значит, что прилагательные сильные сами по себе, что они сами показывают рот числа падеж. Или по слабому склонению, если уже есть вокруг прилагательного какой-то элемент, который сам собой уже показывает рот числа падеж. Именно поэтому мы можем это выразить вот следующим таким правилом, который работает абсолютно всегда, на все 100%. Если есть маркер, то есть если есть окончание, которое бы показывало рот числа падеж где-нибудь не в прилагательном, в артикльном слове или, может быть, даже в самом существительном, то тогда, если этого маркера нет, прилагательное будет идти по сильному склонению, оно само будет показывать рот числа падеж. Если же этот маркер есть, то прилагательное будет слабое. И окончание, вот они. Сильное склонение полностью дублирует окончание артикля, поэтому я здесь артикль и написал. И вот здесь снизу немножко примеров, в каких случаях это будет именно так. И еще одна очень важная табличка окончания слабого склонения, где по сути есть всего два варианта. Это будет либо окончание «э», либо окончание «эн». И в каком случае то, в каком случае другое. «Э» в номинативе сингулярисе и в тех формах аккузатива сингуляриса, которые с номинативом совпадают. Это средний и женский род. Во всем множественном числе, во всех так называемых косвенных падежах, которые не совпадают с номинативом, будет окончание «ен». Вот, собственно говоря, и все правило. И сейчас, следуя этому правилу, мы с вами будем вставлять окончание в этот замечательный текст. Как видите, я здесь к каждому предложению дал перевод, чтобы вы понимали, о чем речь, потому что, мне кажется, сами эти тексты по своему смысловому содержанию очень интересны и взяты. Они были, я тут ссылку оставил, из замечательной немецкой книги по грамматике «Grammatik aktuell» с упражнениями. Если вы ищете какую-то хорошую немецко-немецкую такую книгу по грамматике, то очень-очень ее рекомендую. Итак, поехали. Я буду читать немецкий текст, сразу вставлять правильное окончание и потом комментировать. Переводить не буду, потому что перевод у вас и так здесь уже написан. Итак, поехали. Здесь у нас окончание «ен» по слабому склонению, это множественное число, поэтому в любом случае будет «ен». Почему по слабому? Потому что уже есть артикль с окончанием, зачем прилагательному напрягаться и что-то показывать. Абсолютно та же ситуация у нас происходит здесь, и здесь на самом деле тоже «Eine» – «ökulügeche» – «катастрофы». Женский род – единственное число, слабое склонение прилагательных, потому что у нас уже есть «Eine» – артикль с окончанием, поэтому у нас здесь будет, условно говоря, наше зелененькое окончание по слабому склонению, потому что это женский род – единственное число. И, более того, номинатив. Поехали дальше. ДИ ДОРТИГЕН ШТАТЕН БРАУХТЕН ВЕГЕН ИРО СТАК ЗУНЕМЕНДЕН БЕВВЕЛЬКРУН ФЮР ФИЛЕ МИЛЬЮН МЕНСШЕН НОЮЕ ЛАНДВИРТШАВТСГЕБИТЕ. ДИ ДОРТИГЕН ШТАТЕН – слабое склонение, множественное число, помним, там всегда будет «ен». Почему слабое склонение? Потому что у нас есть артикль, который показывает род числов падежи. ИРО СТАК ЗУНЕМЕН ДЕН БЕВЕЛЬКРУНГ. Здесь у нас тоже слабое склонение, потому что есть ИРО с этим окончанием ЕР, которое нам показывает, что это генетив женского рода. ИРО СТУНЕМЕН ДЕН БЕВЕЛЬКРУНГ. Дальше ФЮФИЛЕ МИЛЬЮН МЕНСШЕН. ФЮЛЕ МИЛЬЮН – здесь ФЮЛЬ. Как прилагательное у нас идет по сильному уже склонению, потому что вокруг нет ничего, что показывало бы род число падеж. И дальше НОЮЕ ЛАНДВИРТШАВТСГЕБИТЕ – тоже множественное число. И тоже в данном случае по сильному склонению, потому что вокруг нет ничего другого, что показывало бы род число падеж. Поэтому прилагательному приходится самостоятельно напрягаться. Итак, поехали дальше. Здесь у нас прилагательное УНБЕВОН, точнее, причастие, конечно же, пойдет по слабому склонению. Почему? Потому что есть артикль ДИ, который как раз тоже относится к слову УРВЕЛЬДО, ДРЕВНИЕ ЛЕСА – множественное число. Именно поэтому здесь по слабому склонению прилагательных, во множественном числе, естественно, всегда будет окончание ЕН. ДИ УНБЕВОНТЕ УРВЕЛЬДО. Поехали дальше. Здесь в данном случае сильное склонение прилагательных, дательный падеж, во множественном падеже, во множественном числе всегда все легко, потому что там везде окончание ЕН. И видите, к самому слову квадрат КИЛЬУМИТОН тоже Н в конце прибавляется. ЗЕМТЛИЩЕ УР АЛЬТЕ БОЙМА. Это у нас тоже множественное число, но в данном случае АКУЗАТИВ и по сильному склонению, потому что здесь нет никакого артикля, ничего, что показывало бы род число падеж. Поэтому прилагательным приходится... А, не-не-не-не-не, слушайте, я на самом деле здесь ошибся. ЗЕМТЛИЩЕ. Это можно сказать, ну, как исключение или не исключение, не знаю, но на самом деле ЗЕМТЛИЩЕ, оно фигурирует в немецком языке не как прилагательное, нет, ох, я ошибся, а как артикльное слово. То есть ЗЕМТЛИЩЕ – это как ДИ. Поэтому у нас ЗЕМТЛИЩЕ УР АЛЬТЕ Н. БОЙМА. Вот так вот это будет. Да, видите, сам чуть не ошибся. Точнее, ошибся, но вовремя исправился. И вот, да, это на самом деле редко просто встречается вообще вот это вот ЗЕМТЛИЩЕ, вот это вот артикльное слово. Я его не употребляю, поэтому я здесь допустил ошибку. Но, например, другие слова артикльные, например, АЛЬЩЕ, поскольку они у меня на слуху, да, и поскольку, ну, вообще, в принципе, у людей на слуху, после АЛЬЩЕ гораздо меньше людей сделало бы ошибку в данном случае, потому что понятно, что было бы тоже АЛЬЩЕ у АЛЬТЕН ПОЙМА. И вы, пожалуйста, это запомните. Если у нас здесь стоит артикльное слово, то есть то, что... Вообще, что такое артикльное слово? Давайте я вам объясню. Это такое слово, перед которым нельзя поставить артикль, потому что оно, артикль, заменяет. Именно поэтому такое название. Артикльное слово. Например, притяжательное местоимение в немецком языке. Мой, твой и так далее. Это артикльные слова, потому что нельзя сказать ДИ, МАЙНЕ, БОЙМА. Можно сказать только либо ДИ, БОЙМА, либо МАЙНЕ, БОЙМА. А ДИ, МАЙНЕ нельзя. Поэтому одно другое заменяет. Поэтому МАЙНЕ является артикльным словом. То же самое нельзя сказать ДИ, АЛЬЩЕ. Нельзя. АЛЬЩЕ заменяет собой определенный артикль. И вот поэтому это называется артикльным словом. В общем, после таких слов прилагательные идут по слабому склонению. Поэтому множественное число всегда окончание ЕН. Итак, поехали дальше. Но мы потом нажмем, конечно же, здесь на кнопочку проверить и посмотрим, все ли я здесь правильно написал. Вот, потому что мало ли, мало ли, вдруг я здесь ошибся. Но мы поехали дальше. ДИ, НОЕН, СИДЛА, МАЙСТ, АРМЕ, МЕНШНЕ, То, что у нас постоянно встречается, множественное число по слабому склонению, потому что уже есть артикль. МАЙСТ, АРМЕ, МЕНШНЕ, МАЙСТ, это никакой не артикль. Поэтому у нас здесь просто чисто прилагательные, без каких-либо помощников. Поэтому АРМЕ, МЕНШНЕ, здесь прилагательному самому пришлось напрячься. Поэтому это у нас сильное склонение, множественное число. АУС ДЕН УНТЕРЕН БЕВЁЛКЕРУНГСШИХТЕН, ДИН есть, поэтому дальше у нас будет по слабому склонению. Ну и тем более это датив множественного числа, здесь всегда везде ЕН. АУС ДЕН УНТЕРЕН БЕВЁЛКЕРУНГСШИХТЕН БЕГАН МИТ ИРА ШВЕРЕН АРБАЙТ. Женский род, дательный падеж по слабому склонению. Опять же, здесь ЕН, почему по слабому? Потому что есть предъявительное местоимение с окончанием. Надеюсь, вам все понятно. Если вдруг что-то непонятно, пишите сразу в комментариях. Нажимайте на паузу, пишите в комментариях. Я обычно всегда всем отвечаю, пока есть на это время. Благо. А мы поехали дальше. ИМ ЭРСТЕН Я БЕКАМЕН СИ РАЙЧЕ ЭРНТЕН ДАС ЗВАЙТЕ Я БРАХТЕ НУО НОХ ГЕРИНГЕ ЭРТРЕГО ИМ ЭРСТЕН Я Я средний род, в данном случае здесь дательный падеж. ИМ, видите, здесь артикль ДЕМ слился с предлогом ИН, получилось ИМ, но маркер-то у нас род числа падежа все равно виден. Вот он, наш родненький. Поэтому, конечно же, прилагательное пойдет по слабому склонению. Оно уже напрягаться не должно. ИМ ЭРСТЕН Я БЕКАМЕН СИ РАЙЧЕ ЭРНТЕН Нажимайте число по сильному склонению. ДАС ЗВАЙТЕ Я Средний род, номинатив по слабому склонению. Здесь опять же ДАС ЗВАЙТЕ Я, потому что есть артикль. БРАХТЕ НУО НОХ ГЕРИНГЕ ЭРТРЕГО Нажимайте число. АККУЗАТИВ СИЛЬНЕ Склонение прилагательных, потому что больше ничего у нас здесь нет. ГЕРИНГЕ ЭРТРЕГО. ИМ ДАРАУФ ФОЛГЕНДЕН Я ВУКС ОВ ДЕМ БОДЕН, ДЕР МИТ СО ГРОСЕР МЮЮ БЕАРБАЙТЕТ ВОДЕН ВА, ФАСТ НИХЦ МЕР. ИМ ДАРАУФ ФОЛГЕНДЕН Я А именно так, потому что здесь у нас есть маркер, который показывает род число падеж. Слабое склонение прилагательных, дательный падеж, поэтому ЕН окончание, конечно же. И ДАЛЬШЕ у нас МИТ ЗО ГРОСЕР МЮЮ. ДИ МЮЮ, мы знаем, женский род, единственное число. Нету никакого артикля рядом, который показывал род число падеж, поэтому окончание артикля перейдет в прилагательное, потому что прилагательное у нас здесь должно быть СИЛЬНОЕ. МИТ ЗО ГРОСЕР МЮЮ. Именно поэтому здесь окончание ЕР. ДАЛЬШЕ ДЕР ШЮНЕ ПЛАН ДЕ РЕГИРУНГ ВА ЭЙН ШВЕРО ФЕЙЛЕ. ДЕР ШЮНЕ ПЛАН. Есть у нас артикль, прилагательное по слабому склонению, поскольку это номинатив, у нас здесь будет окончание Е. И ДАЛЬШЕ ВА ЭЙН ШВЕРО ФЕЙЛЕ. ФЕЙЛЕ, тоже мужской род. И здесь у нас хоть и есть артикль АЙН, но маркер это нет нигде, окончание это нет нигде, которое бы показывало род число падеж, поэтому прилагательному пришлось напрячься и показать, что это у нас номинатив мужского рода. Поэтому у нас здесь окончание ЕР. ЭЙН ШВЕРО ФЕЙЛЕ, ЭЙН ГУТА МАН, ЭЙН ГУТА ФРОЙНД. Здесь у нас всегда в прилагательном будет окончание ЕР, потому что неопределенный артикль в мужском, в среднем роде, в номинативе, в среднем роде, в аккузативе не имеет окончания. Поэтому это окончание перенимает на себя по сильному склонению и, конечно же, прилагательное. Надеюсь, вы не запутались, и я все правильно сказал. Поехали дальше. Видите, здесь нет нигде артикль никакого, поэтому у нас по сильному склонению идет. А здесь МИТГЮЛЁГЭШИН УДЕСУХУНГЕН тоже по сильному склонению и ЕН, потому что это множественное число, дательный падеж. И здесь у нас после АУС всегда, конечно же, дательный падеж, да и здесь написано, и ЗАНТ у нас мужского рода. Дательный падеж мужского рода, окончание ЕМ по сильному склонению. ДИ ФРАГИСТ НУН, ВИ ЗОЛЬЩЕ... И вот опять у нас, помните, было СЕМТЛИЩЕ, СОЛЬЩЕ, тоже артикльное слово, поэтому СОЛЬЩЕ РИЗИГЕН БОЙМЫ по слабому склонению. АУВ ДИСМ САНДИГЕН БОДН УБАХОПТ ВАХСЕН КОНТЕН. Вот это, я думаю, вы уже тоже прекрасно понимаете. ДИСМ, конечно же, артикльное слово, и поэтому здесь будет по слабому склонению ЕН, тем более это датев, да? АУВ ДИСМ САНДИГЕН БОДН. ДИСМ САНДИГЕН БОДН. Это, естественно, слабое склонение, да? ДАС, КЛИМА, СРЕДНИЙ РОД, поэтому ИН ДЕМ, ДЕМ, да? Средний род, датильный падеж. И они образуют достаточное удобрение, и дюнга, удобрение, в немецком языке мужского рода, здесь это и помечено, и помечено, что это должно быть единственное число, поэтому мы знаем, мужской род, единственное число, винительный падеж, окончание ЕН, в данном случае по сильному склонению, по сильному склонению, потому что у него там в артикле ЕН, у мужского рода в акузативе, если вы посмотрите на таблицу. Für die Bäume, deren weitausgebreitete Wurzeln flach unter dem Sandboden liegen. Nach der abholzung war aber im weiten umkreis von vielen километern kein einziger, kein einziger baum stehen geblieben. Здесь у нас kein, это артикельное слово, но без окончания, поэтому по сильному склонению, einziger baum, мужской род, номинатив. Im weiten umkreis, как обычно, у нас здесь датив с артиклем, который показывает у нас своим М, своим маркером, что это у нас дательный падеж, поэтому здесь по слабому склонению, и von vielen километern, наш любимый датив pluralis здесь, который постоянно встречается, в данном случае по сильному склонению, потому что артикля нет, von vielen километern. Sodass die tägliche Sonnenhütze, потому что женский род, единственное число, здесь будет в номинативе, конечно же, е по слабому склонению, это не множественное число, здесь вот очень важно не путать, по множественному числу было бы die täglichen, а единственное число, женский род, die tägliche Sonnenhütze und schwere Regenfälle, и здесь почему schwere Regenfälle, потому что у нас уже die Sonnenhütze, это одно, а schwere Regenfälle, здесь нулевой артикль, здесь нет на самом деле уже артикля, и поэтому у нас, несмотря на то, что это pluralis, множественное число, но склонение это сильное, потому что здесь артикля никакого нет, поэтому будет schwere Regenfälle, здесь мужской род, аккузатив по слабому склонению, потому что есть уже артикль, хотя видите, в слабом силе склонение здесь одно и то же в мужском роде в аккузативе, там и там ЕН. Итак, мы же можем проверить. Так, смотрим, смотрим. Правильно, 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 ой-ой-ой, ой-ой-ой, все правильно, все правильно, все правильно, ура! 44 из 44 возможных балла, Ausgutzeichen, это наша оценка, мы молодцы, прекрасно у нас все получилось. Но изначально я хотел два текста сразу разобрать, но понял, что все-таки это слишком долго. Мне кажется, и так у нас уже видео достаточно по времени идет, Я, наверное, вас больше не буду мучить. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Здесь мы закончим. И в следующем видео я еще потом сделаю, где мы разберем уже следующий текст, потому что они оба, мне кажется, ну прям классные. Классные по содержанию, интересные. И тут очень много разных есть прилагательных с разными окончаниями. В общем, в этом всем важно разобраться. Спасибо всем большое за внимание. До скорой встречи. Если вам нравится то, что я делаю на канале, то подписывайтесь обязательно, если вы еще не подписаны. Также у вас есть возможность поддержать мой канал на Boosty.to, Патреоне, если вам удобнее из-за рубежа. Или можете помочь каналу одноразовым пожертвованием по Пейпалу, как вам удобнее. Буду очень вам благодарен. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание и до скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока.